Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, New Dawn, и вы спрашивали, где, где, почему ты не снимаешь видео по этой игре, что такое, я вам обещал, что вот в ближайшие дни вам расскажу, вот единственное, что получается у меня только сейчас это сделается, но, ребята, ничего страшного, лучше поздно, чем никогда, и, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, кому интересна тема, я там расскажу буквально обо всем, чтобы не было такого, как зачитать, Бывает, что человек смотрит полторы минуты видео, потом делает из этого, скажем так, какое-то свое мнение, и потом строчит какие-то непонятные комментарии, вы до конца досмотрите видео, и потом уже делаете, ребята, свои, скажем так, объективные, адекватные, надеюсь, суждения Ладненько, с чего хотелось бы начать, во-первых, Castle Clash New Dawn, и вторая часть, типа, но разработчики, как я понял, наоборот, просят, чтобы не называли эту игру второй частью, потому что она и по факту не является второй частью, это отдельная битва замков, отдельная версия игры, и, как бы, просто будет развиваться, как и наша старая битва замков, своим путем, так и будет развиваться эта игра, своим путем, это просто смесь Лордс Мобайлов, битвы замков и еще чего-то там, да, давайте на этом момент уясним, очень часто вижу в комментариях и в чате на стриме, по поводу того, что игру называют Castle Clash Новый Dawn, или ты будешь там играть в Нового Дауна, ну да, как бы, New Dawn, это все созвучно, и, в принципе, лет так 10, может, 15 назад, когда я там учился в школе или в колледже, у нас было модно называть людей, скажем так, дауноми, но это было как обзывательство, слышь, даун, иди сюда, сейчас я тебе вскрою, да, вот, но потом со временем, может быть, я повзрослел, или общество поменялось, или до меня какие-то вещи дошли, и я понял, что, в принципе, не нужно делать с обзывательством слово даун, да, потому что все-таки это болезнь, и это достаточно неприятная болезнь, и, скажем, с такой болезнью может столкнуться любая семья, и, в принципе, для меня сейчас, скажем так, мои какие-то некоторые моральные устои, хотя многие из вас считают, что я вообще, скажем так, мягко говоря, аморальный человек, но, тем не менее, мне не позволяют это слово использовать как обзывательство, и, тем более, как характеристика или название какой-то игры, или Нью Даун, или, там, не знаю, хоть Кастел Клэш 2 называется еще что-нибудь, там, Лорда Кастел Клэш, неважно, но вот для меня, как бы, такое название игры неприемлемо, когда говорят специально, типа, новый даун, да, вот, ты пойдешь в даун играть, ну, как бы, не то, надо нам, ребята, что-то придумать, но это не главная суть, не главная вещь, почему я записываю сегодняшнее видео, меня забанили в игре, многие об этом уже знают, я, как бы, говорил об этом, скажем так, в своих стримах, да, там, конечно, не распространялся, но, тем не менее, и я, конечно же, говорил это с эгильдийцем, там, по поводу гильдии будет вообще отдельная тема, достаточно неприятная, смотрите, что получается, заходим сюда, Кастел Клэш Нью Даун, да, вот, делаю на весь экран, заставочка, причем заставка, видно, что она не Full HD, а 720p или 480p, потому что, прям, ну, зернистость такая на значке IGG, здесь уже, вроде, как бы, все хорошо Опа, смотрите, cold not to enter game, error code 6, давайте сделаю, вообще, музыку отключу, короче, сразу, дисклеймер, в этой ситуации виноват абсолютно я сам, давайте этот дисклеймер я сразу говорю, потому что, в любом случае, как бы, вина, ребятушки, моя, и я поступил достаточно непредусмотрительно, но не рассказать всех фактов и почему так получилось, я все-таки не могу Смотрите, я жму окей, заново пытаюсь войти в игру, еще раз пытаюсь войти в игру, и так можно до бесконечности, как вы помните, у нас игра, скажем так, игра не позволяла привязать ваш гостевой аккаунт И, когда вышло обновление, я сначала подумал, может быть, с этим связана проблема, я поставил одну версию игры, другую версию игры, точнее, с разных источников одну и ту же версию игры пытался поставить, но ничего не получилось И потом, впоследствии, я понял то, что меня забанили Почему я понял, что меня забанили? Потому что я, по сути, князь-богаюзер Теперь рассказываю с самого начала Так как игра, мягко говоря, сырая, она, скажем так, в доступе, в закрытом доступе, да, то есть ее нужно качать, мучиться через VPN Есть группа, телеграм-канал, посвященный этой игре, я вам уже про него рассказывал, там есть легкие способы, как скачать эту игру Даже чуть ли вам не АПКшку скидываю, там, все очень просто Но если вдруг кто-то не скачал и все-таки хочет поиграть, да, там, вместе со мной, попробует, что за игра Я, наверное, в телеграм-канале на своем опубликую конкретно вещь, которую АПКшку вы качаете и без всяких там танцев с бубнами Просто устанавливайте себе на телефон Причем игра выглядит на телефоне куда круче, чем на большом экране монитора, когда ты играешь с компьютера Единственное, вам нужно будет сделать, позволить, ну, включить функцию в телефоне того, чтобы ее можно было, скажем так, там, с другого источника установить приложение, да Ладно, игра сырая, и тут, бац, я узнаю о том, что в игре появился достаточно жесткий баг Который позволяет тебе, можно сказать, бесконечно накручивать самоцветы И как это происходило? Ну, и это было легко, ну, точнее, трудно было это не заметить, в особенности тем, кто донатит в игру, как я То есть я поддоначивал чуть-чуть в игру, и тут один момент смотрю Во-первых, мне там ребята писали, потом сам фигак задонатил, там, допустим, тысячу самоцветов Перезаходишь в игру, бац, у тебя на аккаунте почему-то две тысячи самоцветов Снова поиграл в игру, вот, вышел, заходишь обратно, у тебя уже три тысячи самоцветов Потом, как бы, уже начал проверять конкретно, и эта штука работает То есть то количество самоцветов, которое ты купил после перезахода в игру, оно увеличивается в два раза Прикиньте, какой бонус Я сразу смекнул, что это за фишка Я попросил ребят, которые, скажем так, обладают информационными ресурсами по этой игре Не распространять этот баг Вот, я попытался эту фишку остановить, потому что понимал, что полетят баны Ну, и, как бы, вообще плохие последствия А если не полетят баны, и разработчики это быстро не остановят То, скажем так, игра превратится в полное говно Потому что появится плюс сто пятьсот медевинов, да, скажем так, в игре И думаю, ну ладно, чё, поприкалываюсь Вот, взял, записал полностью От начала до конца То, как работает этот баг Я вам сейчас, ребят, покажу Так, захват экрана Смотри, заходим сюда Это у меня менеджер видео Вот, у меня записано видео Семнадцатого июля Как раз, когда узнал об этом баге Ford Developers Castle Clash New Dawn Баг Изи Джеймс Джей Джеймс Записал инструкцию, как он работает Да, ну, ты, конечно, я там свою улыбу давил Но суть заключается в том, что вот Просто перезаходишь в игру И у тебя на аккаунте Становится в два раза больше самов Да, сегодня какое-то скучное видео у нас получается Долго заходишь в игру Это всё понятно What the fuck? What the fuck? Восемь тысяч, да? Снова перезаходим в игру И смотри Опа Десять тысяч What the fuck? Вот это вот так работает Я это сделал с доступом по ссылке И уже, по сути, почти отправил разработчикам Но почему, скажем так, не отправил По той причине, что буквально Выпустили, короче, эти технические работы Там, где этот баг поправили Ну и понятное дело, как бы, раз такой баг Я доначу Я его, как бы, и поюзал Да, я бага-юзер Но единственное, что я делаю, это с умом Я не хотел себе там супер каких-то плюх Стать медевином Ещё что-то Если бы я изначально хотел бы Я бы задонатил бы себе Тридцать тысяч самоцветов И с перезаходом в игру Мне бы каждую полминуты Капало по тридцать тысяч самов Вот я себе там максимум сделал из двух тысяч То, что в тот день задонатил Я себе сделал тысяч тридцать И купил себе вип-7 И что ещё Прокачал немножко зданий И, может быть, там пару тысяч самоцветов Потратил на роллинг Всё И как бы, почему я этим, скажем так Полностью не воспользовался Как мог воспользоваться Потому что я знал, что, скорее всего, это пофиксит Скорее всего, будут печальные последствия Можно получить бан Я бана не хотел Потому что у меня была топ-1 гильдия Да, это диктатура И потому что, как бы Я понимал, что Если, скажем так У разработчиков будут ко мне претензии То Я тогда себе сделаю так Я просто Ну, как бы себе замутил самоцветов Чтобы я мог это сразу же погасить То есть Разработчики высказывают мне Скажем так, претензии И я им перечисляю деньги за один пак Большой Вот и всё И как бы вопрос решён Потому я не записывал Никакое видео на канал Чтобы все знали об этом Скажем так Баги Я не накручивал себе много самоцветов Чтобы я мог это погасить Да Вот Потому что, как бы Весело-весело Но, тем не менее За всё надо заплатить И я это понимал Что у нас получается На следующий день Выходит обновление Я фигак заходить А я, ребята, не могу зайти Я такой Ну окей Давай там писать Куда Куда только можно Вот Никакого толку Причём Смотрю Я знаю много ребят Которые занимались Точно такой же вещью Как и я Только они это делали По полной программе То есть Ролили героев И там, знаете Там не 30 и не 20 тысяч Самоцветов Как у меня было Вот Плюсом сделано На аккаунте А было Там, знаете У кого-то За сотню И за две Тысяч Самых Да И как бы Нихерово Так прокачались И попали в топ игры Их не забанили Их не забанили А вот Меня Хелнубиса Который проделал Абсолютно То же самое Не накручивал Себе много Самоцветов А вот Тоже хотел Отправить видос И Хелнубиса И меня Которые сделали VIP 7 Видать это было Палево для разработчиков Или что Взяли и забанили Ну я только думаю Ну ладно Говно Вопрос Я написал Скажем так Разработчикам Сразу письмо О том Что Такая вот фигня Отправил им видео Посмотрите Типа дату публикации Видоса Я хотел Как бы Я вам об этом сообщил Можно сказать Вот Я понимаю Там всю проблему Я там Вашу игру Снимаю Рекламирую Я хочу Просто погасить Эту задолженность Раз вы так Меня забанили То без базара Как бы Я себе накрутил На один пак Я вот так вот Изи возьму И это куплю Все И Скажем так Вопрос будет исчерпан Они такие Да 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 Хорошо И прикиньте Присылают мне счет На 220 долларов Хелнубису прислали Примерно То же самое При том что Там Мягко говоря Не было накручено Да Самоцветов На такую сумму Ну вот Никаким образом Потому что Ну у нас были мозги Мы не хотели Терять свои аккаунты И как бы Если что-то и делали То только то Что мы можем Себе позволить По деньгам Скажем так Взяли кредит В самоцветах Они присылают мне Скажем так Счет на 220 долларов Я падаю в осадок Я не понимаю Что за говно Вот При том что Они как бы Мало того что Забанили Они на аккаунте Забрали Мои самоцветы Которые я потом Еще покупал Да За свои деньги Вот И они забрали Вип 7 Опустили его До вип 5 Это примерно Минус 15 тысяч Самоцветов С аккаунта То есть Там по сути Я не пак должен А примерно Пол пака Даже купить Это Ну даже если Там по ценникам Не знаю Там европейским ценникам Не по российским ценникам Я то в рублях Это все покупал Хоть и из Латвии То это все равно Не 220 долларов Даже пак один Не 220 долларов Даже по сингапурским ценам Я не знаю По каким ценам По ценам Сука Барвихи Там Рублевки А у меня По сути Ну как бы По сути Пол пака Я должен им возместить Нет Они мне присылают Еще 220 баксов Я им еще раз пишу Типа ребята Так и так Вы как бы Сняли с меня Самоцветов Вы сняли с меня Вип 5 И даже если бы Вы этого всего Не делали Я Скажем так Не воровал На 220 долларов У вас самоцветы Пожалуйста Возьмите Пересчитайте То количество Скажем так Самов Ну Скажите мне точно Сколько самоцветов У меня там Короче Мошенничество Я вам без базара Возмещу Но не сумму Которую вы взяли С потолка В особенности Если учесть тот факт Что Просто 99 процентов Игроков Которые Реально Воспользовались Этим багом И Мягко говоря Не собирались Возмещать Убытки И себе По несколько Сот тысяч Самоцветов Накрутили Они Короче Не тронуты В игре А вот И как бы Я им прислал Это письмо Говорю Ребята И быстрее Разблокируйте Аккаунт Потому что У меня там Висит на мне Гильдия Из-за того Что вы меня Забанили Я скажем так Пропустил Квесты И там Целая куча Ресурсов Да Там Эти Квесты За первые Пять дней В игре Кто В игру Играет Тот Шарит И Ну Типа Камон И вообще Как бы Я снимаю Рекламирую Вашу игру Я понимаю Конечно Что вам Плевать Там На тех Людей Благодаря Которым Вы зарабатываете Деньги Потому что Благодаря Мне Скачало Огромнейшее Количество Людей Эту игру И задонатило Туда Бабулеса Так Мало Того Что Вы Скажем Так Как бы Вам Объяснить Мало Того Что Вы Забанили Базара Ну Так Дайте Мне Возместить Потерянные Ваши Типа Ресурсы Хотя Я Вам Только Плюсов Сделал Нет Они Просто Берут И Выкидывают Какую-то Сумму 220 Долларов И Даже Не могут Объяснить Откуда Они Ее Взяли Они Не Могут Написать Сколько Самоцветов Потрачено И так Далее То есть В битве Замков Нашей Бывали Ситуации Когда Ребята Откатывали Свои Платежи Что только Не делали Но Техподдержка Там Шла Навстречу Как бы Там Кто Не Срал Нашу Техподдержку И Они Выкатывали Точную Сумму Скажем Так Махинации Да И Ребята Мокли Эту Сумму Погасить И Все Играть Дальше Не Было Такого Что Они Там С Потолка Берут Ты Не Знаю Откатил Себ Платеж На Тысячу Рублей А Должен Им Двадцать Тысяч Вот Такие Вот Дела И Короче Я Им Пишу Это Они Мне Присылают Снова Типа Двести Двадцать Долларов Ничего Не Объясняя Как Барыги Как Последние Еще Раз Говорю В Этой Ситуации Виноват Абсолютно Я Сам И Хелнубис Тоже Его Тоже Забанили Только Кстати Говоря Ну Они Дебилы То есть Они Забанили Человека Который Был Готов Возместить Скажем Так Убытки Играть В игру Дальше И снова Туда Донатить Хелнубис Тот Еще Маленький Скрытный Донатер Вот Он Туда И Донатил То есть Хелнубис Сказал Да Пошли Ни Нахер Я Вообще В Эту Игру Больше Играть Не Буду Вот То есть Они Уже Потеряли Деньги И Он И Возмещать Ничего Не Будет Он Взял Там Это Скажем Так Платежи Оттуда Забрал И Все То есть Они С него Вообще Ничего Не Поимеют Вот Так Ну Просто Как бы Ладно Я сам Виноват Я сам Против Богоюзерства И Именно По этой Причине Я Не Накручивал Многое Накрутил Ровно Столько Сколько Бо Я Смог Купить Да Сколько Бо Мне Было Не Жалко Денег Им Восместить Но Они Просто Берут И Вот Блять С воздуха Придумывают Говно Так Как У нас Получается Наша Гильдия Диктатура Которая Была Кстати Говоря В топе Она Висит На моем Аккаунте Который Забаненный Ребята То Я Создаю Новую Гильдию И Мы Туда Все Дружно Переходим Я думаю Что Там Многие Ребята В танке Они Наверное Туда Не Перейдут Я Не Знаю Откуда Ну Может Со 150 Тысяч Сил Если Что Будем Брать Следите За Следующими Видосами По Castle Clash 2 У меня Уже Начат Второй Аккаунт Пока Что Он Без Доната Вот Следующее Видео Я вам Выпущу И покажу Чего я Добился Без Доната Там Во-первых За то Что По Многим Ну Не Везде Да Там С топ Донатерами Скажем Так Трудно Соревноваться Но Тем не менее В этой игре Очень много Всяких Ранков Топов И Там Я мог Еще Побороться Какое-то Призовое Место Взять Какие-то Ресурсы То есть Я-то Начал Играть С самого Начала И В этом Был Какой-то Определенный Интерес Так как Мне Забанили Аккаунт С нового Аккаунта Я Нагнать Ничего Не Смогу Гильдию Конечно Мы Вернем На топ 1 Позицию Вот Даже При том Что Нам Ее Заново Придется Прокачивать Мы Не Сможем Быстро Набирать Делать Максимальное Количество Народу Мы Начнем С того Что У нас Максимум Будет 18 Человек Но Как бы Посоревноваться Там Где-то В топе Не знаю Ну Арена Ладно Уже Как бы Там Донатеры Ну Короче Посоревноваться Нормально Я уже Не смогу Мы Конечно Посмотрим Супер Какие-то Средства Я вкладывать В игру Не буду Но Просто Дебилизм Получается В том Что Они говорят Пришли Нам Типа 220 Долларов Объяснить Откуда Это Взят Сумма Мы Не можем Вот За 220 Долларов Извини Я себе Этот Новый Аккаунт Так Раскачаю Он Хурма Конечно Меня удивляет Реально Политика IGG Политика Этой Игры Я не знаю Сколько я еще Поиграю В эту игру Пока что Мне интересно Хотя В ней Огромнейшее Количество Косяков Даже Нисколько Багов Проблем Из-за того Что игра Сырая Косяков Именно Таких Конкретно Масштабных Игровых Об этом Мы поговорим Чуть позже В другом Видео Но Вот такая Вот ситуация Я надеюсь Сегодня или Завтра Вы увидите Донатного Пока что Аккаунта Выйдет Видео Там где Мы без Доната И следующее Видео Выйдет Там где Мы купим Нужных Героев И будем Короче Соревноваться Я думаю Что на этом Все Хотел записать Десятиминутное Видео Получилось Двадцатиминутное Видео Но наверное Самые стойкие Досмотрели до конца Просто Что-то Вот как-то Наверное Такое вот Настроение Или еще В любом Случа Багами Не пользуйтесь Кого Вам огромнейшей Удачи После этой Ситуации Скажем так Игра Потеряла Одного Донатера В виде Холнубиса Теперь Я не знаю Сколько Я буду В нее Играть После Такого Вот И Ну вот Такая Вот Фигня И в игре Осталась Целая Куча Которые Людей Которые Реально Себе Нихерово Так Накрутили Ресурсов Молодцы Аджи Просто Просто Аплодисменты Вы Кого Надо Банить Всем Удачи И Пока